здравствуйте калашников против феста в эфире с вами рубрика мастерская оснастка и приспособления в общем снял я наконец-то вернее снял доделал я наконец-то но только-только он с пылу жару еще не не пользованный до стол под капекс значит тут из новостей но давайте сначала штатных решениях да здесь даже мне не помещалось пришлось запилы делать чтобы эту сторону уходила причем если ты уходишь дальше чем 45 55 градусов то мы фактически вот такое получаем ну то есть если мы в это на этого был обычно это 60 градусов почти не используется ну такой момент может быть видите имейте ввиду то есть он на ту сторону нет потому что у него нет такой там он не касается не достает а здесь да но я себя успокаиваю тем 60 градусов может мне не так часто нужно вот здесь я запила пока не делал принципе меня устраивает я могу контролировать хоть и не очень удобно но вполне себе могу контролировать поэтому не хотела ничего пилить как вы видите это все по наитию делалось первоначально вот такой вот был параметры этого дела потом пришлось упилить потому что когда ты делаешь материале у тебя вот такие вот приколы его и вылазит потом абсолютно ну это нормально абсолютно значит что дальше у меня здесь вот рулеточка наклеена я ее решила не там не точнить потому что сегодня еще зависит от заточки дисков потом результат поэтому такой старый принцип то есть две кнопки вот и пожалуйста мы освободили если нужно снарядиться то поставили одну вторую кнопку вот и это все дело здесь зафиксировали можно здесь зафиксировать неважно в общем пожалуйста работа теперь из особенности так вот у нас особенность ну как известно нет лишних ящиков в мастерской нет лишних ниш все будет забито каким-нибудь барахлом но я подумал что хотя бы какой-то мелочь которой ты пользуешься чтобы сюда уходила все-таки не захорачивала рабочей поверхности что у нас и так все время проблема что все наложено день и попадя понятно что человеческий фактор ну тем не менее а поскольку у меня есть и трек то я подумал о том что может быть придется где-то прихватиться убрав легко вот это вот дело придется прихватиться где-то сбоку или вертикально там например я обычно дверное полотно прихватываю именно так вот вертикально потом врезаю либо замок либо петли поэтому даже этот стоил стоя могу спокойно использовать для дверного полотна ну и здесь тоже есть у меня тут идейка она вот здесь вот сделать кое-что еще и на ту сторону не знаю насколько это будет практичным будем посмотреть возьмусь я за нее просто не хочется как обычно очень много красивых фоток выходит иногда да или там видео который собирает массу лайков но потом практика показа что никто этим не пользуется поэтому не знаю буду я здесь кое-что мутить или не буду посмотрим вместе значит что еще из особенностей из особенностей есть у нас вы видите да у меня тут от это самое значит для шланга я сделал отверстие вот но если понадобится чтобы при вообще к стене эту могу и здесь его сделать ну в принципе меня устраивает у меня нет такой потребность прям прям под стену посмотрим месте может быть даже вырез можно сделаем это может она и не понадобится то есть как мы видим я здесь себе устроил склад-магазин очень удобно вертикально на по набивал направляшками пожалуйста любой типа размер ну и из особенностей тоже сейчас кнопки могут заблокировать снимем тоже такой момент и здесь я хотел фасады накладные сделать но внутренне теперь я просто ручку сделаю соответственно там тоже еще один ящик это барахла как мы видим еще реально с пылу жару здесь теперь поскольку тут утоплено то я сделаю ручку которая не будет совершенно никого беспокоить вот такие вот вкратце в общем принципе как обычно я использовал всю нашу оснастку ассистентов сквити траки линейки кнопки флип стопы довольно удобно пока пока ничего не могу изнареканий ну кроме таких на каких-то непредвиденных пока ничего не обнаружилось обнаружится обязательно расскажу спасибо за внимание надеюсь вам было интересно